Александр Сергеевич Пушкин писал, мороз и солнце – день чудесный. И именно такие дни наступили для жителей московского региона в преддверии Рождества, что заставило людей искать альтернативные способы согреться. Ведь не во всех домах центральное отопление справлялось с этой задачей. А когда речь идет о частном секторе, то проблема становится еще более актуальной. Электрические обогреватели, печи, камины, в ход пошло все, чтобы наполнить свое жилье теплом. Однако не все ответственно отнеслись к использованию дополнительных приборов отопления. Зачастую перед зимним периодом не все печи были обслужены собственниками, не прошли технический осмотр, очистку. И в связи с этим у нас и по области, и в Ленинском районе наблюдались пожары именно по причинам, связанные как раз либо с неисправностью, либо с неправильной эксплуатацией печного отопления или дополнительных вот этих электрических нагревательных приборов. Элементарные правила, как будто они знакомы людям, а ведь этому нас учат с детства. Не оставлять электрические обогреватели, печи или камины без присмотра, выключать или гасить перед тем, как выйти из дома. Но это не все меры безопасности. Печные дымоходы нельзя разжигать легкогорючими жидкостями и постоянно проверять наличие в них посторонних предметов. Перед использованием стоит проверять исправность электроприборов, обращать внимание на состояние проводки. Если почувствовали нехарактерный запах, немедленно отключать. Последнюю декаду января у нас все равно прогнозируется еще период похолодания до 20 градусов. Опять возможно использование дополнительных электроприборов, каминов. Самое главное, не оставляйте их без присмотра. И не доверяйте детям самостоятельное обращение с открытым огнем. Поэтому зачастую шалость с огнем приводит к трагическим посредствиям как для самих детей, так и для родителей и окружающих, конечно, соседей. К счастью, с начала года в Ленинском районе произошел только один пожар, который не был связан с использованием дополнительных средств отопления. Но статистика по Подмосковью говорит о том, что люди халатно относятся к своей жизни и имуществу. 40 пожаров, и это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Юлия Богосяна, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.